Всем привет! Меня зовут Стрэндж, и я верю, что наши страшные рассказы вам нравятся. А значит и понравится наш второй канал НЛО «Страшная история». Там вы найдёте жуткие, невероятно страшные рассказы о том, какие жуткие вещи творят на нашей планете инопланетяне. Ссылка на канал болтается сейчас в правом верхнем углу экрана. Ну а я начинаю. Засекреченное дело номер 381.0.3.18 Гриф «Совершенно секретно». Докладная записка начальнику отдела специальных операций НКВД. Дата 12 июля 1949 года. Местоположение – Кавказский регион. Объект – Гранит. Отчёт о ходе операции – ИКОР. Поступил приказ немедленно прекратить все работы в районе бывшего немецкого бункера, расположенного в секторе Д-17 горного массива. Местные власти информированы, что обнаруженные следы связаны с лесными пожарами и передвижением местных бандитских группировок. Документальные материалы и отчёты о происшествии уничтожены. Изъятые артефакты переданы в лабораторию объекта Гранит. Свидетельства, полученные от единственного выжившего, технически неподтверждаемы. Сотрудник 3-го отдела НКВД, доставивший запись с аудиомагнитофона «Сименс», был признан психически нестабильным и переведён в закрытую больницу в Подмосковье. Его слова, содержавшие неразборчивые упоминания о сущностях, чуждых разуму, а также о некоем переходе через грань, объявлены бредом. Согласно внутренней оценке, данный инцидент классифицирован как случай нарушения техники безопасности и халатности в условиях горного рельефа. Запрос на повторное обследование объекта отклонён. Особое примечание. Операция ИКАР завершена с гибелью всех участников группы, за исключением одного. Настоятельно рекомендовано воздержаться от дальнейших исследований в секторе Д-17 ввиду высокой вероятности возникновения аномальных явлений, не поддающихся научному объяснению. Запросы на любые дополнительные мероприятия в данном районе запрещены. Все материалы, относящиеся к инциденту, помещены в архив под грифом «Не вскрывать» до 2024 года. Любые попытки получения доступа к этим документам будут считаться государственной изменой. Подпись. Генерал-полковник П.М. Акимов. Гриф. Совершенно секретно. Свинцовые тучи. Густо повисли над пиками Кавказских гор. Будто зловещий покров, готовый обрушиться на все живое. Ветра не было, и даже сухие стебли полыни, цепляющиеся за каменистую почву, казалось, замерли в мрачном ожидании. Майор Михаил Савельев прислушивался к звукам леса, всматриваясь в неестественную неподвижность окружающего мира. Лишь скрип тяжелых шагов и негромкий разговор, доносящийся сзади, нарушали напряженную тишину. Группа из пяти человек продвигалась вверх, по узкой тропе, которая терялась среди валунов и редких скрюченных деревьев. Савельев знал, здесь, в этих горах, несколько лет назад, гремели ожесточенные бои. Многие части так и не вернулись с тех высот. Погребленные под каменными завалами или исчезнувшие среди расщелин и пещер, неизвестных даже местным проводникам. Теперь этот район стал территорией, которую предпочитали не вспоминать. Он взглянул на своих товарищей, Алексей Пархоменко, их радист, шел, опустив голову, прикрывая от ветра тлеющей папиросу ладонью. Движения его были нервными, словно каждое колыхание тени могло выбить почву из-под ног. Савельев слышал, как дрожит голос Алексея, когда тот что-то негромко бормотал себе под нос. Он понимал, что Пархоменко не боится темноты или гор. Тот боялся собственных воспоминаний, обугленных стен его родного Сталинграда, которые до сих пор чудились ему в ночных кошмарах. Позади них шел Иван Мельников, опытный разведчик. Его глаза блуждали по тропе, взгляд оценивающий оглядывал каждый поворот, каждый куст. Иван считал, что знает эти места лучше всех. Здесь прошли его детство и юность. Но сейчас что-то в этих горах пугало его. Что-то, что нельзя было объяснить логикой. Он чувствовал запахи, резкий металлизированный привкус воздуха, которого не было здесь раньше. Словно земля сама была пропитана чуждым, незнакомым присутствием. «Товарищ майор!» – позвал Алексея, оборачиваясь. «Связь почти на нуле, сплошные помехи!» «Продолжай попытки, надо держать штаб в курсе!» Ответил Савельев, но сам знал, что вряд ли это сработает. Он ощущал тяжесть в груди, предчувствие чего-то неотвратимого. Казалось, горы смотрят на них, осуждающий наблюдает за каждым шагом. «Мы должны были найти место исчезновения геологической экспедиции уже здесь», – пробормотал себе под нос Павел Федоров, слегка прихрамывая и ощупывая камни палкой. «Сначала исчезновение группы, а потом и сигналы. Все не так просто, как кажется». «Кто скажешь, профессор?» – обронился смешкой Антонов. «Инженер». Его громкий голос разрезал воздух, словно крик вороны. «Опять начнешь про свою теорию аномалий. Немцы тут или кто еще?» Федоров бросил на него злой взгляд. «Это место. Оно другое. В годы войны здесь что-то происходило, и немцы не зря интересовались этим районом. Здесь есть аномалия. То, что не вписывается в известные нам законы физики. И эти горы не раз показывали свою скрытую силу. Савельев прервал их. «Хватит! Все это чушь. Наша задача. Найти пропавших и понять, что случилось. А не гоняться за байками». Но слова его не успокаивали. Они лишь подчеркивали глухое напряжение, витавшее в воздухе. Каждое слово словно ударяло в гулкую пустоту. «Возвращайся эхом». Где-то вдалеке послышался глухой стук, будто камни перекатывались сами по себе. Группа остановилась, вслушиваясь. Вновь настала тишина ни птиц, ни зверей. «Мельников, разведай, что впереди!» Коротко бросил Савельев. Иван Кивноул снял с плеча винтовку и, пригибаясь, начал двигаться вперед. Каждый его шаг был точен и выверен. Лезвие его ножа вспыхнуло на миг, отразив слабый солнечный свет, пробивавшийся сквозь облака. Тропа уводила его все выше. К месту, где каменные глыбы образовали странный узор. Как будто чья-то неведомая рука разложила их в определенной последовательности. Иван напрягся, сердце застучало быстрее. Он знал, что это неестественное образование. На уступе он остановился. Перед ним открылась мрачная картина. Следы. Большие, вдавленные отпечатки. Словно кто-то тащил за собой тяжелую ношу, оставляя глубокие борозды в камне. Иван присел и осторожно привел пальцами по выемкам. Это не были следы человека. «Товарищ майор», – прохрепел он в рацию, чувствуя, как лоб покрывается холодным потом. «Здесь что-то не так. Следы...» В ответ лишь шипение и обрывки слов. Связь ухудшилась. Он поднял голову и заметил нечто, что заставило его замереть. Далеко впереди, в ущелье, мелькнула тень. Огромная, неестественная она двигалась плавно, как будто скользила по воздуху. Иван поспешно отступил, не сводя взгляд с того места, где исчезла тень. Он чувствовал, как его ноги становятся ватными, как внутри все похолодело. Что бы это ни было, она знала, что он здесь. Он вернулся к группе, все еще ощущая на себя тяжесть чужого взгляда. «Доложи!» – Савельев нахмурился, когда Иван приблизился. «Там что-то есть. Я не уверен, что это человек. И там следы. Глубокие, широкие». Савельев сжал зубы. Он почувствовал, как тревога обрушилась на него, словно ледяной поток. Его собственные мысли начали путаться. Но он не мог позволить себе показаться слабым перед подчиненными. «Идем дальше». Холодно приказал он. По-другому было совсем нельзя. Он отвечал за всю группу и выполнение заданий. «Каждый шаг был мучительно медленным. Они поднимались все выше, пока перед ними не открылся вход в старый немецкий бункер. Стальная дверь, наклоненная под странным углом, торчала из земли, как порождение кошмара. Следы, которые вел Мельников, исчезли у самой двери, заваленные снегом». «Вот и оно». Пробормотал Федоров, подходя ближе и осматривая конструкцию. «Бункер. Тех времен. Угу». «Словно вплавлены в породу. Вот только. Почему-то глубоко. Не похоже на оборонительное укрепление». «Они не строили такие объекты на поверхности. Могут быть еще десятки таких бункеров, оставшихся после войны». «Тихо», — сказал Антонов. Савельев приложил ладонь к холодной поверхности стали. Внутри что-то тихо вибрировало. Ему чудилось, что он ощущает легкое, едва уловимое движение. «Кто-то...» «И что-то внутри», — хрипло сказал Пархоменко, держа рацию, из которой теперь доносились только неразборчивые звуки. «И я не уверен, что это люди». Савельев оглянулся на своих бойцов. Никто не хотел входить первым, но выбора не было. Их ждали ответы. И, возможно, конец. «Открываем». Коротко пригазал он, жестом показывая Ивану начать. Тот дернул гермодверь, и та с трудом подалась. Темная пасть бункера раскрылась перед ними. Холодный воздух, пропитанный запахом гнили и железа, обрушилась на лица. Майор сделал шаг вперед, в темноту, и оглянулся. Каждый из его людей смотрел на него. Глаза полной опаски, скрытые за маской решимости. Внезапно из глубин бункера донеса тихий шепот, как будто кто-то звал их по именам. Но этот голос не принадлежал человеку. Савельев замер. Он понял, здесь не только мрак прошлого. Здесь обитает нечто гораздо древнее и страшнее, чем они могли себе представить. Савельев сделал глубокий вдох и шагнул в темноту бункера. Едва его сапоги коснулись холодного бетона, как внутри все напряглось. Словно место, в которое они вошли, ожило. Стены, опутанные с сетью ржавых труб, казались неумолимо сжимающимися. Влажный воздух бил в лицо с затклым, мертвым запахом. Тьма внутри была густой, тяжелой и, казалось, тянулась к ним, чтобы схватить за горло. Включаем свет. Шепотом скомандовал Савельев, и бойцы зажгли фонари. Тонкие световые лучи пронзили черную пустоту, выхватывая мрачные фрагменты. Полуразрушены стены, обломки оборудования и искаженные тени. Павел Федоров, держа свой фонарь одной рукой. В другой он держал пистолет, осторожно коснувшись дулом стены. — Чувствуете? — тихо проговорил он. — Это не просто бетон или сталь. Кажется, словно это материал, вибрирует что ли, словно живой. — Чушь! — бросил Антонов, но в его голосе прозвучала скрытая неуверенность. Он неохотно огляделся, прищурившись, стараясь не задерживать взгляд на странных пятнах, которые, казалось, сдвигались, толоток отвести глаза. — Это просто влажность и ржавчина. Здесь десятки лет никто не был. Ты что, ожидал увидеть город инопланетян? — Да замолчите вы! — отдернул их Савельев. Его голос эхом разносится по коридору. — Нам нужно найти запись экспедиции, если они вообще остались. И не будем забывать, что мы ищем людей, не очередную чертовщину. Но сам он знал, следы и их направления не обещали ничего хорошего. Они говорили о том, что сюда что-то пришло и что-то забрало тех, кто был здесь до них. Двери, по которым они проходили, были искорежены изнутри. Как будто кто-то или что-то вырывалось наружу. Пол был усеян осколками стекла, кусками металла и обрывками документов, рассыпанных, словно снежный вихрь. На одной из стен высвечивалась надпись на немецком языке, выцарпанная в бетоне. Мы не должны были будить их. «Гот вергибунс» — «Бог, прости нас», — прочитал вслух Пархоменко. Прищурившись, он сглотнул, ощутив ком в горле. «Кто это написал?» «Наверное, немцы, когда поняли, во что они влезли». Мрачно ответил Мельников, нервно оглядываясь. Его взгляд цеплялся за каждую тень, каждый угол, будто ожидая, что вот-вот что-то выскочит и вцепится ему в лицо. Они, похоже, знали, что здесь не все чисто. Так что же они разбудили-то, а? Победители хреновы. Ответа не последовал. Они двигались дальше, постепенно углубляясь в темные коридоры. Тишина давила. Словно невидимая тяжесть, опускающаяся на плечи. Время замедлилось. Каждый шаг отдавался глухим, приглушенным эхом. И вдруг. Слабый, едва различимый звук. Звонкое пение падающих капель. Они остановились у двери, ведущей в большой зал, когда услышали стук капель, падающей в какую-то емкость. Алексей, прижавшись к стене, напрягся. Товарищ майор. Его голос задрожал. Там что-то есть. Савельев медленно приоткрыл дверь. Лучи фонарей осветили зал. Потолок, уходящий ввысь, был покрыт сетью труб, из которых капала темная жидкость. В центре зала стоял огромный резервуар, окруженный металлическими конструкциями. Рядом с ним они увидели изуроданные тела. Господи, прошептал Пархоменко, делая шаг вперед. На полу лежали люди, или то, что когда-то ими было. Глаза открыты, расширены, словно застыли в немом крики. Их кожа, испощренная странными трещинами, имела бледно-зеленоватый оттенок. Один из них, мужчина, в разорванном тулупе, держал что-то в руке. Это был один из геологов. Савельев наклонился, пытаясь понять, что это за предмет. Это была маленькая железная коробочка с крошечными кнопками и стеклянным окошком. Внутри окошка светился слабый огонек, пульсирующий в такт биению сердца. «Это не может быть», – прошептал Федоров. Его глаза расширились. Он попытался выхватить коробку из рук мертвеца, но Савельев одернул его. «Что это такое, Федоров?» «Это... это не наше и не немецкое. Я видел, похоже, устройство в одном секретном архиве. Они передают кодированные сигналы, но этот, кажется, передает их на частоте, которая у нас не существует». «Ты о чем говоришь?» «Антонов, сделай шаг вперед. Что это за частота такая?» Федоров долго молчал, затем произнес. «Я не уверен, но может...» На мгновение воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь капаньем жидкости и шорохом шагов, отражающихся от стен. Савельев почувствовал, как волосы на его затылке встали дыбом. Что-то было не так. Ощущение было, что за ними наблюдает. Невидимые глаза, скрытые за толщей бетона. Внезапно из глубины коридора донесся звук. Глухой, тяжелый стук, словно огромный молот ударил по металлическому покрытию. Все замерли. «Это не ветер», — хрипло проговорил Мельников, отступая. «Это... черт побери, это кто-то!» Савельев скинул руку, подавая знак «держать позицию». Он начал двигаться к источнику звука. Тьма впереди сгустилась, а воздух стал плотным и затклым. Шаги казались все тише, словно кто-то невидимый приглушал их. Дверь в конце коридора стояла приоткрытой. Савельев подтолкнул ее, и она со скрипом подалась. На другой стороне их ждал огромный ангар, с заполненным оборудованием, о котором Савельев никогда раньше и не слышал. Странные, выгнутые в дугу антенны, неестественные, искривленные металлические конструкции, устройства с мигающими огоньками. И по центру нечто, что заставило его сердце замереть. На платформе стояла странная машина. Высокая, покрыта неизвестными знаками и символами. Похоже, что это была радиомачта, но ее поверхность менялась, плавно перетекая из одного цвета в другой. Знаки на металле словно двигались, извиваясь и меняя свою форму. Павел сделал шаг вперед, но вдруг замер. И во взгляд был прикован к полу, у платформы. Там лежало еще три тела, обгоревшие, почти полностью испарившиеся. Как будто их прожгли изнутри. Стены, вокруг которых лежали мертвецы, были испощрены символами и каракулями. Это Павел не договорил. Его глаза забегали, и он начал нервно дышать. — Это не человеческое. Нет, нет, мы не должны были сюда приходить. Пархоменко вдруг резко развернулся и замер, глядя вглубь зала. — Вы это слышали? Голоса, они, они говорят, нас зовут. — Замолчи! — резко скомандовал Савельев. Но вдруг почувствовал это и сам. Тихий, глухой шепот. Неизвестный, неестественный, словно ветер говорил с ними на незнакомом языке. Он был повсюду и нигде одновременно. Стены вибрировали, воздух наполнился звенящим шумом. Все вокруг начало меняться. Пространство искажало, стени становились объемными и живыми. Внезапно из глубин ангара раздался крик. Нечеловеческий, разрывающий тишину. Антонов, бледный как смерть, попятился. Его руки с оружием дрожали. — Майор, майор, пожалуйста, нам надо уходить, давайте уйдем! — закричал он, вскидывая автомат. — Что-то идет сюда! — Савельев обернулся, но в этот миг он увидел их. Фигуры, мерцающие в тени. Десятки глаз, горящих изнутри, изучающие, смотрели на них. Что бы это и не было, оно было чужим. Чуждым. Не принадлежащим этому миру. — Назад! — закричал Савельев, но было поздно. Темнота вокруг них сгустилась, обволакивая группу, как непроглядный саванн. Воздух внутри ангара уплотнился, стал вязким и тяжелым. Казалось, он проникал внутрь легких, заполняя их ледяным, холодом и выжигая малейшую искру жизни. Оцепенение нарастало, сковывая разум и парализуя волю. Савельев слышал собственное учащенное дыхание, доносившееся будто издалека, как глухие удары молота по раскаленной стали. Глаза незнакомых существ, сиявшие в темноте, медленно приближались. Их свет был непроницаемым. Это не были глаза живых существ. Нечто смотрело на них сквозь толщу времени и пространства, оценивая и изучая. Лейтенант Пархоменко, стоявший в нескольких шагах от Савельева, задергался, словно его что-то душило. И вдруг, в безумной попытке вырваться, начал задыхаться, срывая с себя ремень. «Они! Они! Они! Они внутри меня!» – выкрикнул Алексей, впиваясь пальцами в горло. «Их! Их мысли! Нет! Нет!» Савельев подскочил к нему, пытаясь оттащить, но Пархоменко, словно обезумевший, отбросил его с нечеловеческой силой. Его глаза были полны ужаса. Потемнели, губы покушаны до крови. Алексей упал на колени и принялся стучаться головой об бетонный пол, оставляя на нем кровавые следы. «Назад! Держаться вместе!» – закричал Савельев, но команды не послушались. Слова утонули в дребезжащем эхе. Шепот, исходящий из глубины ангара, усилился, становясь все громче. Он обволакивал их, заполняя разум сладостным ядом, пробираясь в самые темные уголки сознания. Пархоменко вздрогнул и замер, словно невидимая рука выдавила из него последние силы. Затем он медленно приподнял голову и посмотрел прямо на Савельева. Его лицо исказило с неестественной, жуткой улыбкой. Губы растянулись, обнажая окровавленные десна. «Мы вас видим!» Голос Алексея звучал пронзительно, словно он говорил одновременно от лица сотен разных людей. «Мы знаем ваш страх!» И с этими словами Пархоменко рухнул на пол. Его тело извивалось в судорогах, пока не замерло окончательно. Глаза, мертвые и неподвижные, уставились в пустоту. «Черт побери!» – прошептал Антонов пять назад. «Что это вообще было? Что происходит?» Федоров нервно сжал фонарь. Его руки тряслись. Он никогда не сталкивался с подобным. Этот ангар, эта штука на платформе, все было чуждым, ненормальным. Казалось, даже стены, за которыми угадывалось чье-то движение, дышали. Вибрация, едва уловимая, передавалась по полу. Пульсировала в самом воздухе. «Это не может быть такое, это нереально!» Пормотал Павел, едва слышно. «Это не наш мир, ребят, нет, 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 не наш. Мы пересекли какую-то грань». «Федоров, возьми себя в руки!» – рявкнул Савельев. «Нам нужно понять, с чем мы имеем дело!» Но слова тонули в нарастающем шепоте. Фигуры в темноте медленно приближались. Нечто ползло по стенам, оставляя за собой мерзкие тянущиеся следы. Свет фонарей становился слабее, пространство словно изгибалось, искажалось под влиянием невидимой силы. «Что это за чертовщина?» – вскрикнул Антонов, дрожащей рукой пытаясь нащепать спусковой крючок. «Мы должны уходить, ребят!» Савельев почувствовал, как что-то теплое капает на его руку. Он посмотрел вниз и увидел, что его ладонь покрыта тонким слоем густой темной жидкости. «Кровь?» «Не-не, это было что-то иное, вязкое, будто из плоти этого мира выжимали его самое нутро». Он поднял взгляд и замер. По стенам двигались странные наросты, пузырящийся, пульсирующий, издающий мерзкий скрипящий звук. «Отступаем! Огонь не открывать!» – приказал Савельев, но не успел сделать и шага, как дверь позади них захлопнула с оглушительным грохотом. Металлические створки замкнулись, словно огромные челюсти. Теперь их окружала только темнота и тихий, зловещий смех, разносившийся по ангару. Голова Савельева разрывалась от боли. Он схватился за виски, пытаясь сосредоточиться, но в его сознании мелькали образы. Чужие, не его собственные. Он видел картины чужого мира, окруженные бескрайними пустошами и странными, извивающимися формами. Существа с горящими глазами смотрели на него из-за пеленной кошмара. Он слышал их мысли, их планы, их… «Ты видишь это, да?» Голос Федорова раздался рядом, отчаянно дрожащий, в полной паники. «Ты видишь их мир, да? Да? Как же я? Они хотят прийти сюда!» Савельев попытался что-то сказать, но его язык словно прирос к небу. Он понял, существа и сьмы проникли в их сознание. Они использовали их страхи, чтобы сломить волю, чтобы вытолкнуть из этого мира и забрать их туда, где нет ни времени, ни пространства. «Они… они нас подменяют!» Федоров вдруг согнулся, задыхаясь и оперся на стену. Его лицо исказилось в гримасе боли. Глаза закатились, рот наполнен сокровью. «Они… они хотят забрать нас внутрь, внутрь их реальности!» «Нет, нет, не позволю!» Савельев собрал последние силы, хватая Федорова за плечо. «Ты справишься, солдат! Мы вытащим тебя!» Но было поздно. Павел вдруг выгнулся дугой, и его тело начало меняться. На его коже появились трещины, светящиеся изнутри. Будто кости его плавились. Вдруг его голова резко дернулась в бок, словно кто-то невидимый скрутил ему шею. Глаза потемнели, а затем начали вытекать черные жидкости на бетон пола. «Павел!» Прошептал Савельев. Чувство, как сердце бьется, будто пытается вырваться из груди. «Нет, нет, нет!» Федор вскрикнул, его тело распалось на части. Куски плоти взлетели вверх и начали извиваться, словно змеи. Они исчезли в стенах, растворяясь в искаженном пространстве. Казалось, ангар поглощал их, впитывая в себя чужую, искаженную материю. Савельев оглянулся. Он был уверен, что вот-вот потеряет рассудок. Антонов стоял, прижавшись к стене. Его лицо белее мило. Из всех бойцов остались только они вдвоем. И теперь смерть. Казалось, шла за ними по пятам. «Мы... мы должны уходить», — задыхаясь, проговорил Антонов. «Они убили... они убили всех мы...» На его словах прервал странный звук. Низкий, вибрирующий гул. Из глубин ангара начало вырываться что-то, разрывая воздух и пространство. Стены содрогнулись, лучи света зарепетали, а из тьмы стали проступать странные силуэты. И вдруг... Из центра ангара на них смотрело огромное лицо. Оно было человеческим и одновременно нет. Кожа, покрытая трещинами, будто инкрустированная светящимися линиями, издававшая слабое свечение. Глаза, бездонные и черные, отражались страхи и боль тех, кто стоял перед ним. «Мы пришли за вами», — прозвучал голос, исходящий не из уст, а словно прямо из их голов. «Вы ключ! Откройте нам дверь!» Савельев почувствовал, как его мысли разрываются, словно страницы старой книги, которые кто-то рвет по частям. В его сознании мелькнули образы его детства, войны, горьких поражений и редких побед. Савельев жал голову руками, пытаясь удержаться за остатки реальности. Образы, воспоминания, мысли — все это смешивалось в дьявольскую круговерть, угрожая утянуть его в бездну безумия. Глаза существа, смотрящего на него из темноты, были словно две черные дыры, в которых отражались его самые темные страхи от внутриутробных времен до осознанной жизни. «Мы... мы не позволим», — прокрепел он, выдавливая слова сквозь боль, пульсирующую в висках. «Вы... вы не получите, сука, то, зачем пришли...» Существо замерло, и на мгновение ангар погрузился в зловещую тишину. Затем в воздухе раздался дикий смех. Эхом, вибрацией, пугающим шелестом, от которого Савельева перехватило дыхание. «Позволить или нет? Разве это имеет значение?» Голос, исходящий с самого пространства, пронизывающий его разум, словно лезвие ножа, медленно погружаясь все глубже. «Вы... лишь вы... редко мыслящие оболочки. Не более...» Антонов, дрожащий всем телом, пытался прижаться к стене, но даже это простое движение давалось ему с трудом. Внезапно его тело дернулось, будто его ударило током. Он застонал, выгнулся назад и захрипел, хватая ртом в воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Сержант, держись!» – закричал Савельев, бросаясь к нему, но его пальцы, коснувшись плеча Антонова, отскочили, как будто ударившись, а раскаленную добела поверхность. Тело Антонова начало менять форму, извиваясь и переливаясь, будто былая структура плоти больше не имела значения. Его лицо вытянуло, затем сжалось внутрь, кости трещали и скручивались под неестественными углами, а кожа начала вспучиваться и темнеть. Из его груди вырвался неестественный хрип, напоминающий крик боли и страха, но это не был его крик, это был звук, исходящий откуда-то из глубины. «Сержант!» Савельев чувствовал, как мир вокруг него сжимается, все его сознание заполняется чуждыми мыслями. Он хотел кричать, но что-то удерживало его. Он чувствовал себя запертым в собственном теле, как птица в клетке. Антонов, его старый друг, его верный товарищ, теперь больше не был человеком. Глаза Антонова исказили, став пустыми, мертвыми отверстиями. Из его рта начала сочиться черная слизь, капая на пол и растекаясь, как живое существо. И внезапно он заговорил. Голос его был пустым, бесцветным, эхом разносился в голове Савельева. «Мы... мы видим вас! Мы... хотим вас!» Антонов шагнул вперед. Его руки выгнулись, пальцы стали тонкими, как костлявые крючки. «Присоединяйтесь!» Савельев машинально схватился за кобуру, выхватив пистолет и, прицелившись, выстрелил. Взрыв выстрела разорвал тишину, и тело Антонова дернулось, но не упало. Пуля, казалось, прошла сквозь него, как через густой туман. Черная слизь начала вытекать из раны, заполняя воздух сладковатым металлическим запахом. Существо, бывшее Антоновым, обернулось на Савельева. Его лицо исказилось в гротескной, нечеловеческой улыбке. «Пули не остановят нас!» Шепот, который произносил эти слова, был зловещим. Существо сделало шаг вперед, но тут же замерло. Его тело начало распадаться на тысячи крошечных частиц, которые взвились в воздух и исчезли, словно их негода и не было. Савельев, тяжело дыша, сделал несколько шагов назад. Поднял фонарь и осветил ангар. Все его тело болело, мышцы ныли от перенапряжений. Мир вокруг него снова менялся. Окружающее пространство начало медленно вращаться, стены загнулись, искажаясь и разрываясь, как тряпичная ткань. Темнота поглотила все, и в ней раздался зловещий вой, напоминающий одновременно плач ребенка и смех демона. Он должен был что-то сделать. Уйти. Уничтожить это место. Но как? Уходите. Внезапно раздался слабый, почти угасающий голос. Савельев обернулся. В углу, почти слившись с тенью, лежал Федоров. Он еще был жив. Но кожа его стала полупрозрачной, словно он наполовину утратил свою материальность. Лицо Федорова было бледным, глаза стеклянными, но он смотрел прямо на майора. Его рука с трудом поднялась, указывая в сторону машины на платформе. Уничтож их, прекрати. Савельев взглянул на платформу. Машина, странный объект, окруженный светящимися знаками, продолжала испускать слабое свечение, как биение чужого сердца. Он медленно подошел ближе, чувствуя, как сознание его все больше наполняется чужими мыслями. Ему казалось, что голоса внутри этой машины пытались общаться с ним, уговаривая, соблазняя. «Прикоснись», – зашептали они. И на миг Савельев ощутил покой. «Мы можем дать тебе все. Мы можем вернуть прошлое, жену, сына, все, что ты потерял». Слова завораживали, на мгновение перед ним промелькнули образ. Жена, улыбающаяся, протягивает к нему руки. Сын смеется и играет у них ног. Он видел их так ясно, что сердце сжалось от боли. «Только протяни руку, и ты вернешь их. Снова обретешь смысл. Снова станешь счастливым». «Нет!» – Савельев закричал, силой одернув руку. Это был обман, иллюзия. Эти твари пытались сломать его, как сломали остальных. Но он не сдастся. Он посмотрел на машину. Ее поверхность плавно извивалась. Символы вспыхивали, предлагая тепло и безопасность. Он должен был уничтожить ее. Но как? Вдруг его взгляд упал на небольшую коробку с проводами, висящую сбоку от конструкции. Он узнал это устройство. Примитивный, но действенный метод управления энергией. Если его перегрузить, то машина разрушится. Или, по крайней мере, прекратит свою работу. Савельев, собрав всю свою волю, сорвал коробку с платформы и потянул провода. Воздух наполнился высоким, бежащим звуком, как будто сама машина вопила от боли. Лучи света вспыхнули, и вокруг машины начали проявляться трещины, из которых вырывался густой, черный дым. Гул нарастал. Ангард содрогнулся. Савельев понял. Если ему не уйти сейчас, то он погибнет вместе с этим проклятым местом. Он бросился назад, к выходу. Но путь был прегражден. Существо, бывшее Антоновым, стояло перед ним. Его облик снова изменился. Теперь это было чудовище с десятками вытянутых конечностей, сочащихся густой, черной жидкостью. Оно медленно двигалось вперед, но Савельеву уже было все равно. Ты не остановишь нас! Шепот раздавался со всех сторон, проникая в его разум. Савельев прицелился, а глаза вугарили яростью. Возможно. Но вы не получите меня живым, твари. Выкрикнул он и выстрелил себе в висок. Пуля прошла сквозь череп и мир. Вокруг него разлетелся на миллионы осколков. Последнее, что он слышал, был отчаянный вопль существа. И затем пустота. Когда отряд НКВД, отправленный на поиски пропавшей группы, добрался до места, они нашли лишь руины. Бункер был разрушен. От ангара осталась лишь зияющая дыра, ведущая в пустоту. Ни тел, ни следов, лишь обгоревшие обломки и полное отсутствие признаков жизни. Из того, что они нашли, осталась лишь запись магнитофона Симминса, работающего в постоянном режиме. На ней звучал голос человека, но с каждой минутой голос становился все менее человеческим. Последние слова, записанные на пленке, были полны боли и страха. «Они пришли. Они здесь. Мы не смогли их остановить, нет». Голос дрогнул, и на фоне раздался хриплый смешок, напоминающий эхо, вибрирующий сквозь пустое пространство. «Кто бы это ни нашел, уничтожьте все. Все, что здесь есть, уничтожьте. Никто не должен знать. Нет, нет, не слушайте, не слушайте голоса. Они зовут, они зовут меня, голоса». Затем на записи раздался странный звук, похожий на механическое щелканье. Тишина длилась несколько секунд, прежде чем запись оборвалась, оставив лишь тягучее электрическое гудение. Все, кто слышал эту запись, остались в мрачном молчании. Ни одно из мнений не дошло до начальства. Ни один отчет не был составлен. Операция была закрыта как неудачная. И где-то в архивах НКВД папка с делом группы Савельева пылилась на полке, под пометкой «Совершенно секретно». Никто больше не заговорил о странном инциденте в горах Кавказа. А существо, пробудившееся в этих темных глубинах, осталось заперто в тех руинах. Или нет. Кто знает. Ведь время от времени в холодные ночи местные жители слышат странный шепот, доносящийся из недр Годр. И видят свет, пробивающийся из-под земли. Но никто не осмеливается подойти ближе.